Как неприятно, когда у тебя огромный вызов. Сам себе взял колеи, еще больше не нравишься. И вообще для здоровья, скажем так, не эстетики, не практические пользы. Кроме того, что можно вкусно поесть. Да и то, когда слишком много ешь, то уже эти продукты перестают быть в радость. Только и отрыжка, и жога, и чувство ненависти к себе. Но перейдем к практике. Надо начать с самого простого упражнения для человека с лишним весом. Какое это упражнение? Какое упражнение можно делать и в зале, и дома полному человеку? Конечно же, это будет складочка, сидя на скамеечке, согнутыми ножками. Мы наклоняемся назад, беремся на скамеечку ручками. И начинаем, несмотря на страшное мерзение, качать вес. Тяжело делать это упражнение. Хочешь, не хочешь, иногда напрягает. Но если ты замотивирован получить результат, если ты понимаешь, что ты получишь заметку, ты работаешь. Если устал и трудно поднимать прямые ноги, вот так. или скрещены, я уже просто делаю притягивание. Сгибание ног – это облегченный вариант. Вес все равно работает. Самая большая сложность этого упражнения – научиться синхронно складываться, синхронно двигать корпус и ноги. Если мы будем выполнять это упражнение регулярно, концентрироваться на мышцах живота, и у вас будет правильная программа питания и тренировок, обязательно упражнение сработает, вы получите эффект. Так же, как я на ваших глазах сейчас получил эффект. Затем обязательно ложимся на живот, растягиваем мышцы веса, чтобы они быстрее восстановились, чтобы не было никаких судорог, спазмов. Ну и затем, при условии, чтобы вы выполнили все, что я сказал, вы тоже получите отличный результат. Если вам нравится то, что вы получите результат, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Но если вы захотите хорошего программа тренировки, питания, обращайтесь ко мне, я тренирую по скайпу, разработаю для вас. Далеко не все мои видео выходят на канале YouTube. Также выпускаются специальные видеоролики для подписчиков секретной качалки. Подпишись прямо сейчас и получай ссылки для избранных прямо к себе на почту. Субтитры делал DimaTorzok